АМ Лига возвращается! Тысячи команд сразятся в 13 сезоне по новой системе проведения. Каждая команда после вылета из основной части турнира будет иметь возможность второго шанса попадания в плей-офф. Еще больше соперников и интересных поединков. Регистрация доступна для всех желающих до 8 ноября. Подробности на Dota 2 StarLadder TV. Добрый вечер, дорогие зрители! Продолжаем мы трансляцию Pro Series 13 сезона. Микрофон Николай Монтанов-Филимонов. Ну и мы продолжаем смотреть за матчем между коллективами WOND5 и командой под названием TELY ANIME. Матч проходит в рамках группы B. Более подробную информацию вы можете найти на сайте StarLadder TV. И переходим плавненько с вами к стадии драфта. Ребятки из команды WOND5 представляют команду Силу Тьмы, ну а TELY ANIME соответственно за команду Силу Света. И они уже выбрали себе двух героев. Один из них это Shadow Fiend, а второй Bane. Великолепные герои, тоже очень популярные. Последнее время, по крайней мере, в этой лиге, в этом турнире, в этом сезоне данного турнирчика. Короче, и три бана от ребят с команды Силу Света. Это Doom, Night, Stalker и Герокоптер. Тоже достаточно дефолтные и популярные герои в последнее время. Ну а WOND5 решили взять себе Queen of Pain с Леоном. В прошлой игре мы с вами видели Queen of Pain. В принципе, все неплохо у нее получалось, но как-то потом не зашло. Но, скорее всего, стоять тоже будет Solo Line. Леон во втором пике от этих же ребяток тоже говорит об их серьезных намерениях. Потому что, ну, великолепный, по-моему, по моему мнению, да, саппорт. Потому что дизейбла, вот, на первом уровне прокачки можно задизейблить оппонента на 2,5 секунды. Your Spike тоже хорошо дизейблит, наносит неплохой урон. Но самая главная фишка Леона это Finger of Death, который ты качаешь на 6 уровне. И наносишь просто-напросто кому-то врыло 600 магического урона. И бедные там парни. 4 бана от WOND5. Один из них это Винтер и Верна. Вторым героем забанили Туско. Третьим Лича. Ну а четвертым Вич Доктора. Видимо, Вич Доктор ребяткам в прошлой игре у противников не понравился. И решили они после против этого героя больше не играть. Тел в аниме. Кускара четвертым героем заблокировали. Ну и ждем вот этих ребят третьего пика. Сейчас уже скоро пойдет дополнительное времечко. Они его фактически не тратили. Минута 50 секунд. Дарк Сир. Ну в принципе, почему нет? Ставится стеночка туда. Вакуум SF где-то рядом. Requiem of Souls. Ну и понеслась душа в рай. В принципе. И главное все это очень хорошо реализовать. Вот сейчас дилемма у Тел в аниме. Кого хотят взять их оппоненты под Виспа. Причем у Тел в аниме сейчас четвертый пик. И потом следом вон 5 пикают. Посмотрим. Посмотрим, что это будет. Кстати, опять-таки Виспа взять это очень хорошо. Тоже очень сильный саппорт. С оверчаржа под тизером. Кучу хупе вообще сейвит. Таргет. Ну и. Ребятки из команд Сил Света изобретать велосипед не стали. И взяли себе в очередной раз в Рейс Кинга. А в Рейс Кинга в прошлой игре мы от этих ребяток тоже видели. И он был очень силен и очень хорош. Тини. Дефолтная связочка между Виспом и Тинником. Сразу же у нас просто вырисовывается. Скорее всего это будет двойной миддл лейн. И посмотрим, как у ребят все получится. Висп с Тинником это хорошая штука. Потому что появляется у тебя там релокейт. Ты с этим релокейтом куда-то залетаешь. Резко вообще неожиданно. То есть ты можешь находиться с Тинником вообще в другой точке карты. Появиться в тимфайте. Оттуда же также неожиданно улететь из драки. И собственно. Короче навести шороху с Виспом можно и Тинником. Правда все это нужно уметь реализовывать. И посмотрим собственно как Вонт 5 с этим всем справится. Ждем от ребят с команды Телва Аниме запрета пятого героя. Что же это будет? Ну вот тот клокверк пятым запретом от Телва Аниме. Ну да, герои действительно не из приятных. Потому что кому кайфово стоять против этого клокверка. Который в любой момент может перетянуться к тебе на лайнах. Ушотив тебя влететь. С батарейками и когами. И навести тебе шороху-то на твоем лайне. Тем более что ТСФ уязвимый герой. Достаточно. И клокверк бы его гангал в принципе вполне неплохо. Ну а Вонт 5 решили пятым запретом закинуть туда Дезраптора. Ну Дезраптор тоже достаточно недооцененный саппорт. Хотя и популярен в последнее время. То есть стали его ценить его спеллы. Это Кинетик Филл, Статик Шторм. Которые в совокупности делают просто нереальным какое-либо кастование спеллов. Ну и Глимс. Глимс это вообще отдельная тема, которая заслуживает наверное внимания. Потому что кто-то прилетел например на ТПшке в Тимфайт. Тут же накидывается Глимс и ты на Глимсе обратно улетаешь к себе туда откуда ты прилетел. Все. Тебя здесь нет в этом Тимфайте. Ждем от ребят с команды ТЛВ аниме пика последнего героя. 45 секунд на этого героя есть. На выбор пятого героя точнее. 30 секунд. Ну вот у ребят с команды Су Света уже вырисовывается. На самом деле достаточно интересный пик. И если посмотреть на Вон 5 у них он не менее интересный. Но вот-вот-вот прилетает Сайленсер последним героем от ТЛВ аниме. И просто это, я не знаю, как можно, как еще сильнее вмять пик Вон 5 в грязь. Я не знаю, вот только Сайленсером. Серьезно. Потому что кастуется твой Глобал и все. Во время Тимфайта ни Тини, ни Висп, ни Квин оф Пейн никуда не убежит. Никто не влетит к тебе, ничего не скастует. И пожалуйста, ты там спокойно своих оппонентов насилуешь. 10 секунд у ребят с команды Вон 5 на выбор последнего героя. Еще минуты 14 секунд дополнительного есть времечко. Которым они, собственно, и пользуются, видимо, сейчас. Напомню, что счет данной встречи уже 1-0 в пользу ребят с команды ТВ а. Матч закончился за 30 минут. Достаточно легко. Правда, в начале возникли небольшие проблемки у ребят с командой Силы Света. Но потом они собрались и показали, на что способны. 35 секунд у Вон 5. Ну, это должно быть что-то не менее интересное. Ну, все вот эти герои, которые сейчас вы видите на своих мониторах, друзья, это супер круто, по-моему. 10 секунд у Вон 5. Ну, задумались, конечно, а что теперь делать против Сальнезера. И заходит Бара. Бара это тоже хорошо, в принципе, нон-стоп ромы всякие. Ну, увидим, как все это будет. Пока разбирают себя, ребятки, героев. Мы с вами ждем. Остается выбрать только Виспа с Тинником. Будут они друг друга облизывать на миде. Точнее, Висп будет облизывать Тинни на миде. И не знаю, насколько комфортно будет стоять ССФу. Потому что... Да потому что Тинни с Воланшем и Тосом может ему навалять. Этому ССФу. Ну и долго, ребятки. Опять АФКшат, я так понимаю. Либо вылетели, либо что-то. Еще. Как обычно. Я думаю, сейчас мы с вами начнем. И опять будем этот матч смотреть, собственно, с паузы. Та-да-дам! Ну ладно. Господи, нам с вами не привыкать к этому. Ох, кто у нас там отлетел-то? Тидрэн отлетел. Тидрэн уже в дотке у нас. Переподключился к игре. Дают опять какие-то рисуночки. На карту подъезжают. И прописывает, что ребятки из команды Вонфайф готовы Леон. Ну и сейчас, наверное, паузочка-то отожмется. Так, закупаются ребятки. Приобрели они себе осла. Леон, один обсервик. Два центрика взял себе. Тинни стал шил. Четыре танка, две ветки. А тут висп. Без затара, потому что будет выход фастботтл. Один центрик ему дал Леон. Лоукатс находится уже под своей тир-2-вышкой. Четыре танка, ветка, цирклиет. Рецепт на 0 талисман. Хилинг селф. Сразу же от Сеги на Дарксире в очередной раз подъезжает обсервир вард на вражеский спава на пулах. И теперь пулы становятся абсолютно невозможными. Разве что только раздевардить. Бара. Бутс оф спид, четыре танка, кларити. Один обсервир вард. Тут же рядом находится его оппоненты. ГГБ ПЛ-9 в Райс Кинге. Как и в прошлой, собственно, игре. Сталт Шилд в циркле. Две ветки, четыре танка. Тут же Тейлз на Сайлес. Ряд два центри варда. Четыре танка. Хилинг селф. Кларити, две ветки. Н1 на Шэдов Финдзе. Тут что? В Райс Бен, две ветки. Вообще без тангусов. Ну и, собственно, на этом все. Стоят на фишечке, ребятки, из команды Вон Файв. Ну и будут дожидаться, видимо, руны на топе. Руну эту, скорее всего, надо отдать Тидорену. Хотя тут Дарксир. Ну, Дарксир я сомневаюсь, что полезет. Один против четверых игроков от команды. Вон Файв. У Райс Кинга, видимо, какие-то пробелемы приостановил игру. И переподключается. Тидорен все-таки забирает руну богатства на топе. Сразу же подъезжает ему Боттл. Ну а на Боттме Н1 забирает руну богатства тоже. Сейчас, наверное, закупи себе что-нибудь из хилочек. Хотя, кто его знает. И вовсеgen. Так. Сразу же. Ох-охо, когда мы играли с вами без пауз? Никогда, правильно. Ну ладно, ждем. Ждем в Райс Кинга. По звукам, наверное, похоже, что я пьё деколон. Ладно, но я не пью деколон, если что. Очень долго нет в Райс Кинга, на самом деле, для обычного реконнекта. Ну ладно. Да. Ну, господи. ГГВП Ланая. Давай, я верю. Парень даже, кстати, парень даже не в сети сейчас. В доте. Это не очень хорошо. На самом-то деле. Даже не в стиме. Чё там? Да ничего там нету, парня. Чё у меня тут вылезло-то и не прячется, я не понял. Да. Как у ребят с команды в прошлой игре. И опять, походу, в очередной раз мы будем начинать. С РМК Улпика. Ну, господи, боже мой. Молитвы здесь не помогут, на самом деле, я знаю. Ну, что поделать. В Райс Кинг переподключился. Всё круто. Я рад. Я рад, что он с нами и что он здесь. Ну, и так. Ясно, я понял. Давайте ещё по АПКшем, чтобы вообще грамотно всё было. Давайте пока что-ли про статистику обеих команд поговорим. У НФАЙФ на ладере 4116 ПТСа. 164 игры сыграно вместе. Ну, а ребятки с команды Телл Ванема имеют 4243 ПТСа и 132 игры данным составом. Ох. Ну, а ребятки с команды Телл Ванема имеют 4243 ПТСа и 132 игры данным составом. Сколько времени это прошло, интересно? 10 минут не прошло с паузой или прошло? Какая-то движуха не очень кайфовая. Ура! Ура! Ребята, мы продолжаем, наконец-то. Катку-то смотреть, да? Или нет? Да. Господи, нет. Мы ещё ждём Тинника. Нет, не ждём Тинника. Слава богу, слава богу, что всё так хорошо получилось. Так, ну что, наконец-то смотрим мы с вами за игрой. Достаётся руну СФа. СФу, господи. Ого, вот уже просто вот из-за этих пауз у меня в голове каша, действительно. Достаётся руну богатство СФу на ботами. Забирает себе её на топе Висп. Приобретает сразу же Боттл. Ну и, как я говорил, это двойной Миддл Лейн. У ребят с команды Вонт Файв. Эн Вану придётся стоять одному против этих двух героев неприятных. Забивание крипов пока что у пацана всё не очень хорошо. ГГУ ПЛН стоит на ботами, фармит. Я думаю, стоять он будет достаточно комфортно. Стоит он против Баратрума, который опять-таки стоит соло на тяжёлой линии. Ну а на пулах находится сейчас Сальнесор. Пытается сейчас подрезать Леон Вражеского Курьера. Я так понимаю, стоит караулит. Бедного. Ну а тут Локус на Квин оф Пейн. Стоит соло. Соло на соло, я так понимаю. Сега против... Дарк Сир, точнее, против Квин оф Пейн. Делает ещё и отводики на спавн, который справа. Ну и до Локуса в итоге доходят всего лишь два крипа. И то один с Айншелом. Я так понимаю, у СФа тоже на миде будет облизывать Бейн. Это, наверное, правильный ход, потому что... Против СФа-то тут два игрока стоят, да? СФчик-то совсем один. ГГП Ланая провеливает первую кровь на Спирит Брекере. Я... Вот я пропустил опять очередной Форсблат. Грыжиный стик у пацана есть, 470 монет. Приобретает Роб of the Magic. И стоит себе дальше добивает крипов. Пока что топовый показатель по добитым отниматым крипам у СФа. В принципе, урона с руки уже достаточно много. 48 плюс 33. И это кайф для него, по крайней мере. Ну вот. Кайлоум парочку крипов добирает. И все окей. Бара. Бар убил Санесера. Как? Что? Где? Когда? Когда я все это пропустил? Я не знаю. Вовремя прокат крит у Рейс Кинга. Добивает очередного крипа. Бара выехал. Н1. Могут быть проблемы. Сейчас еще будет Аваланш от Тинника. Аваланш заходят. Тут же на тостоманы нету. Но тут подфрегенит Висп своего тиммейта. И в итоге вот оно убийство. СФа тут на миде надо облизывать просто по кулдауну. Потому что будет Бара выезжать на него по кулдауну. Но будет Тиннис Виспом подходить и помогать Бара Труму убивать этого СФаи. И в итоге все получится не очень хорошо. Это Шадо Финда. Вот так. На топе Лоукас. Четвертый уровень. На двоечку взят Шадо Фстрайк. На единичку Блинк. На единичку Скрим. Ну а тут на ботами опять какие-то разборки. Так. Инфлюенс заезжает в Тейлс. Опаскоп от Леона. ГВП Ланая начинает драться с Леоном. Очень много урона. С руки заходят Ациальна с помощью второго спела. И криточки Врескинга прокают тоже неплохо. И в итоге Леон умирает. Здесь Сега дерется с Урсами. Теперь это уже Медведемоны, Крушители. Так. Ну и с помощью Айншелла он их достаточно быстро забирает. Квапа подходит, вроде бы пытается тоже что-то подфармить. Но не получается. Ну, я думаю, Большого Крепота она сейчас подберет себе. Да, 76 голодишка на ровном месте получила. И довольная. Тут на лесочке находится в собственном Тидерен. Делает двойные спавны. Причем он делает достаточно потные двойные спавны. Почему бы и нет. С тизера он всех... Эти самые... Не получилось у него сделать уже. Слишком рано загорел Крипов. Быстро они вернулись на спавны свои. Так. Ну а тут Эргопроксия с Н1-ом находятся. Пытаются как-то... Не отходить от друг друга. Потому что очень опасно. Но у Бэйна пока что только второй уровень. То есть Найтмейр и Инфибол. Все по единичке вкачано. Барр опять выехал на Н1-а. Н1 проблемы могут быть. Ну не в того. Ну не в того же здесь. Господи, что делает этот тени. Закидывает инфлюенс обратно. На свой хайкграунд. Кстати, проблемы могут быть сейчас у Тидерена. 97 урона с руки от СФа по Виспу заходят. Было бы смешно на самом деле, если бы сейчас СФ забирал Виспа. Ой-ой-ой, и Тинни даже могут быть сейчас проблемы. Аваланж. Ну и последний койл сейчас откатится. Последний койл. Астетичка. Ай-яй-яй. 187 урона. И в итоге Тинни в таверну. Перебэковывает парень. Перебэковывает. Недооценивает он своих оппонентов. Ну и конечно же грамотная игра от Бэйна и СФа дает свои результаты. На топе оставили лоук, из-за ушел в Дарксир куда-то. Бегает он сам сейчас. А, он на базе вообще с Солрингом, Ринковрегеном и Ринковрегеном. Рецепт там на Хедреску. Хедреска готова. Вот. Ну а лоук в это время получает заветный свой экспириенс. Шестой уровень у него уже есть. Это Соник Вейв на единичку. И Скрим на двоечку. 466 монет сверху. Ну и Талисман, Боттл и Бутсов Спид. Висп тут все на пулах бегает. У Бары появляются Пауэр Трэдс. 100 монет сверху. Четвертый уровень. Немножечко до пятого. Ну и Тидерен делает очередной спавн. Так, ну. Руна Энвиза для Виспа. Руна Богатства на Боттами для Шадо Финда. И в ПТХу пытаются выйти по Сангрыженные стики. Есть Ботт оф Стрэнд. Бутс оф Спид. Крипочков он добивает неплохо. Откроем сейчас. Общую ценность. Видим, что СФ, несмотря на одну смерть, имеет одно убийство. И имеет пока что топовый показатель на карте по общей ценности. Да, это 3000 монет. Как дерзко сейчас отыгрывает Тинни. То Саваланж. Закидывает его сюда на инфлюенс. Инфлюенс разбегается. Это все заходит по Эргопрокси. Тинни пытается жить как-то. Заходит сюда Салисер. Дается Ластворд по Виспу. И ГГВП Ланая со спины заходит. Тут еще и Найтмейр от Эргопрокси. Все очень круто. Переагривает. Да, точнее кончается. Но тут его просто перекрыли как огромного крипа в кустах. В это время Бара. Дерется с ГГВП Ланая. И в итоге уходит отсюда просто на чарджа. Пятый уровень у пацана. Вот Вонт Файв пытается как-то быковать. Заходит слишком дерзко. И в итоге получается так, что умирает вот этот вот прекрасный герой. Который должен был стоять на миде все это время. И получать экспы побольше. Как я и говорил, в принципе, эта связка, состоящая из Тинни Виспана, действительно требует полного понимания ситуации от обоих игроков. Правильно вот так сказать. Инфлюенс разбегается на стычка Салисера, но не убивает. 20 хп остается у Бара. Он меняет просто-напросто разгон и разворачивается, бежит на фонтан свой. Что у нас тут у Сеги? У Сеги 850 монет на руках. Восьмой уровень, Queen of Pain, Locus. Тоже сейчас стоит на топе. Замаксил себе скрим, наконец-то. И прилетает ему одна из составляющих, вторая уже из составляющих Power Threads ботиночек. И по крипам тоже у него все более-менее. 48 добитых крипов, 51 у СФа. СФу, конечно, тут полегче, есть у него пулы в кустах. Ну и замакшены Shadow Rays'ы уже достаточно легко крипов убивают. А вот урон с руки как-то не очень заходит от СФа. 1200 монет, фактически, уж от Уфинда. 31 душа. Так, Фрескинг, кстати, фактически седьмого уровня. Максит он себе, конечно же, первый спелл на единичку ажор, на единичку пассивка на криты. Ну и есть, конечно же, реинкарнация у пацана. Инфлюенс. Все это заходит по Тейлсу. Есть у него ульта. Почему не накинул сейчас Лайенсер Ластворд? Так. ГГВП Ланайли. О, сосет ману. Надо сейчас отходить. Еще прокает баш. Прожимаются стики. Ну, тут куча стиков, лол, поэтому живет в Райс Кинг. Хорошо, реинкарнация делает свое дело. Он тут подошла Квин оф Пейнт. Залетела сюда, дала скрим. Прилетает сюда. Эн Ван дает пару колов. Забивает, взобревает двоих. Квапа, дала, несмотря на то, что Соник Фэф и скрим не убивают пока что никого. Разгон от Бара от Инф... Убивают в Райс Кинга. Кайлы от СФ. А ну сейчас вот последним Кайлом не дотягивается. В итоге остается Локас. Откидывается Шэдоу Страйком и Блинкаут. Отсюда сразу же делает потерянную вышку и живет. Ну... Жесть. Ну, такие вот тимфайтики я... Конечно, понимаю, что это, конечно, круто. Но тут вот... Псевдорандом 4 баша. Локас залетает. Дает Шэдоу Страйк. Пора с Койл 2. Койл последний. Тычечка с руки от Тидорена. Убивает здесь Сайленсер. Разбегается на Эрго Прокси. Бара. Кто-то сейчас будет сейвить. ГГБ Поланая. Подлетел. Можно инфлюзии сейчас еще и подцепить. Разгона-то нету больше. Будут отпускать его или нет? Маны нет у Бейна. Сейчас второй станет Сайленсер. Прилетает сюда еще из... Ой, господи. Второй станет Рейс Кинга. Проходит сюда Сайленсер. Накидывается Ластворд. И в итоге убийство для Сайленсера. Дополнительный интеллект тоже есть. Сейчас Бара вообще без анты останется. У Рейс Кинга больше интеллект, чем у Бара Трума. 19 плюс 4. Выход в Бладмейл. От Рейс Кинга есть уже Братсворд. Роб оф Зе Мэджи тоже есть. И остается совсем немножечко монет. Стоял, что-то Рейс Кинг тычку не давал по Таверу. И в итоге Крепочки его забрили. Ой-ой-ой, где-то огромные проблемы, походу. Реквемов Сос от СФ, а пара Кайлов. Но выживать не получается. Несмотря на то, что был скастован Глобал Сайленс. Прокает Баш. Тут еще Найтмейр. Пытается сэвить СФ, а разгон от Бара. И огромные проблемы у Орга Прокси могут быть следом из-за СФ. Закидывай сюда Тини на Тосе. Два телепорта. Но слишком поздно эти телепорты делаются от ребят с команды Тейл Ванима. ГГВ Пеланая без Даггера. Стан. Пати Дерено. Хорошо. Ластворд, Ассайленс, Роласт, тычечка с руки. Тут еще и Крит прокает. Лол, нельзя отпускать Тини. Тини не должны отпустить. Сурж от Дарксира по Райс Кингу. Дальше что? На Валанше закидывается обратно. На Сегу. Ой-ой-ой, Фингер оф Десс от Леона по голове в Райс Кингу. Ну не среагировало парень. Ну не прожаловал это, конечно. Тут еще у Сеги могут быть проблемы. Прижимается Мека на Сурж и пытается уходить. Но! Хекс поздно от Леона. На Квапа, видимо, отпускать его не будет. Тут опять-таки Ластворд, Ассайленс, Ролу, Вакуум по Инфлюенсу. Как прикольно сыграл сейчас Дарксир. Ну и в итоге Ласткоил от Н1. И вот и умирает Барат Рум. Руна Богатства для Лоу Коза. Есть ПТшечка, грежные стики, Седж Маск, 890 монет на руках. Ну а у СФа Саша. В Затаре. Пока что у ребят все достаточно неплохо. С команды ТЛВ Аниме. Посмотрим, что у нас по графикам. 3000 экспириенсов ведут ребятки с команды Целсвета. То же самое и по деньгам, да? Да, все правильно. 3000 монет. На Инвана закинул тут синий крипа. Тосиком разбегается еще сейчас же Барат Рум. Ну а на топе находится вот Фрайскин, который просто бегает и фармит. Фармит все, что не приколочено. По общей ценности у него пока что топовый показатель. 6300 у СФа на руках. Ой, по общей ценности на руках, блин. Придумал, да? Что летит ему? Ага, одна из составляющих Яши. Н1, могут быть проблемы? Лоба Саймс прожимается. Тинни Тосов Аланш очень плохо. Сейчас Дарксиру было. Дарксиру не будет 40 секунд откидываться на Тидрена. Ластворд. Эрго Прокси тоже встревает Н1. Есть руна Инвиза. Эрго Прокси. По нему же пошел Шедовстрайк. Очень больно закидывает на СФ. А еще и ластычка с руки. Умирает. Хорошо залетал сюда. Так, попадает скрим. И Бара ультанул в Сайлиссер. Сайлиссер тоже умер. Это минус 4 от вон 5. Ну. Вот так вот. Кабек из Риол. Дота это такая штука. Еще залетели сюда на ГГВП Ланайю. Пытаются подцепить Баши от Бары. Прокуют. Сосет Ману. Здесь Леон. Разгон. Без ульты. А дальше как цеплят? Ну тут есть Хексуля. Улетает отсюда Висп. Инфлюенс пытается харасить. Будут прокатся Баши или нет. Приходит сюда просто Тинни. Дает Аваланж. Не знаю. Стан. Подкоп от Леона очередной. Ну просто без шансов. Залетает сюда. Дарксир дает вроде бы Мекку. Но. Еще и Сурш на себя кастует. Айншилл. Пытается подрезать здесь Тинни. Тинни он убивает. Конечно же. Ольга Прокси заходит. Здесь у него Брэйнсап замакшенный. К слову уходит отсюда. Просто Инфлюенс на Чарджа. На ботом. На Катапульту. 2100 монет. У Баррэ. Рэсбэнд летит Анвану. Так. Ну и СФчик у нас. Десятого уровня. 36 душ у пацана. Опять разгон от Баратрума. Все это заходит на Врэйс Кинга. Бедного его тут просто хейтят. Говорят, что убегай, братишка. Убегай. Тут еще СФ Телепорт. Залетает сюда Тидерен. Все это с Тинником вместе. Торс. Аваланж. Залетает сюда еще и Телс. Подрезали его очень быстро в Рэйс Кинга. В Рэйс Кингу жить не получится уже здесь. 100%. Финс Грипп от Эргопрокси. Откидывается Хекс от Леона. Фингер оф Дес пытался прожимать Леон. Но Эргопрокси выживает за счет того, что был прожил Саленс. Вакуума Дарксира. Все это под Аншелом. Разгон от Бара. Инфлюенс. Стос Аваланж. Все это заходит по Эргопрокси. Накидывается Натмейр на Тинни. Пытаются Хараси с руки сейчас Дарксира. Соник Виф от Квин оф Пейнт. Заходит сюда Шэдоу в Финдраку и Мофс Олс. Еще и Кайлон подбивает он здесь Квапу. Тут находится под Оверчарджем Висп с Тинником. Пытаются драться. Они сейчас как-то СФом. Пожимаются стики. Но тут еще и Спирисы крутятся вокруг Виспа. И в итоге минус 5 от Вонт Вайп. Ну я не знаю просто. Очередной. Тим Вайп от ЛВ Аниме. Но в Вонт Вайп все равно потеряли двоих, конечно, игроков. Но все равно. Четыре Апсервика. Два Сентрика в Затаре у Леона. Клака есть. Транквил будут согреженные стики. Что у нас у Виспа? Тут Хедреска есть. Баклер тоже. И выход это в Миказм. Есть Урн of Shadows. Боттл это уже было. Грежные стики. Boots of Speed. У Квапы в Затаре пока же ничего такого интересного. Кроме того, что появились Ветра. Ветра это тоже хорошая штучка. Но у АВСФа Саша Яша. Грежные стики. Врязь Бент и ПТ. Силенсер. С Чейнмейлом бегает. Господи, пацаны не могут в кустах развернуться здесь. С Чейнмейлом, Нульталисманом, Грежными стиками и ПТ-хой тоже. Ну а Сега с Мекой. Арканами. С Оу Рингом. Накидывает Айншелл и бежит Баратру. Могут быть сейчас проблемы у Сеги. Но Инфлюенс навряд ли сейчас подбреет Соло этого Сегу. Ну кстати, тут тоже Блэдмейл появился. Глоссов Хейст. 300 монет на руках у Барри. Ну а Лоукас просто находится на топе и подталкивает Тир-1 вышечку. У своих оппонентов. Прожимается Глиф. Сейв Телепорт сразу же на топ от Аргопрокси. Сейв Телепорт для вышки. Я имею ввиду. Опять Глобал на кого-то. Глобал, чтобы засейвить самого себя. Тоса, Валанш подлетели. Пара тычек просто от Тинника. И обратно на Релокейте. Оттуда, откуда прилетели. Из кустов. Саленсер в итоге поджал Глобал. Сам умер, помер. Никакого асиста тиммейтов не получил. В итоге это закончилось очередным убийством для Тини с Виспом. Тут выход. Опять на Аргопроксе. Заходят сюда инфлюенс. Будет кастовать строкомство. Заходят сюда СФ. У просто по голове Тоса. Валанш от Тинника. Стеночка от Арксира связан. Ой, господи. Вакуум. Тидерен. Стан от ГГУ Пеланая. Заходит по Виспу. Виспа убивает. Брейнсап по Барибара. Тоже отправляется в таверну. 45 секунд. Его здесь не будет. И что дальше? Что? Ничего дальше. Вот иллюзии тут. С иллюзиями Тинник бегает. Тинник-то уже с даггером. СФ-а просто разваливают мгновенно. Я если скажу... Я вот сказал мгновенно. И я не соврал. Действительно. Просто пара спеллов. Просто прокаст на Тинник. Все. Нет СФ-а. Опять какие-то разборки. Тинник залетает. Промазывается. Сейчас Авалан, Шам. Вакуум. Еще и Ластфорд от Сайленсера. В итоге отправляется в таверну. Этот толстый парень. 416... 460 монет получает за него Сайленсер. Сайленсер вообще кайфуха. С такими-то деньгами. Все не так хорошо у ребят из команды Телванема. Как им хотелось бы. Приобретаю себе Дайгер в Райс Кинг. Продает. Приобретает. Продает. Приобретает. Так. И что-то там у кого-то еще появилось. Я что-то прозевал. Ой-ой-ой. Леон Фингер Оф Дэс. Закидывай здесь по Дарк Сиру. Втроем они его тут изнасиловали. Локос. 5791 Инфлюенс. Бедного Дарк Сира затыкали. Здесь какой-то телепорт от Аргапро. Окси. Заходь сюда. Инван. Ну-ой-ой. Могут быть проблемы. Инфлюенс. И Глобус Альс прожимается, чтобы ничего не сломалось. Не испортилось у ребят с команды Телванема. Сюда залетает Тинни с Виспом. Раковым усос. Пошел. Зацепили только СФ. А Брэйн Сап пошел от Терго Прокси по Виспу. Ну и на Релакете они отсюда улетают. ГГВ полоная подкидывается. Подкидывает Тинни в воздух. И все. И ребятки обратно на Релакете с Тинником улетели. 700 монет у Виспа. 200 монеточек до приобретения Амиказма. А у Тинни, кстати, став у Физерди. Став у Физерди. Броссерочки. Ну и парень фармит. Как может просто. Заход на Террин вышку от ребят с команды Вон Файв. От двоих, по крайней мере, от Виспостильником. Атак спида достаточно много. Сэв забирает Рошана. С команды ССВ еще Аегис ему достается. Прожимается сразу же Смоке. Вражеских вардов тут не было. Ребятки с команды ТЛВА знают об этом. И, возможно, они сейчас зайдут на кого-то. Так, ГВП Ланая прыгает. Но тут руны инвиза. СФ просто номер 1. Я не знаю. Пара кайлов попадает все это в инвизе. По Виспу в инвизе и убивает его. Круто. 36 секундочек. 3130 монет у СФ на руках. 13 уровень. Есть Айгас оф за иммортал. Есть ботинки мажорские у Дарксира. Можно сейчас заходить. Заходить на Тир-1. На Тир-2 уже вышку, да? На миде. Что они, собственно, и делают. Пара кайлов от СФ. А пачки крипов как будто вообще здесь не было. Изи. Изи заход на хайграунд. Сейчас на ботаме находится Бара. У Бара есть, если что, ТПшка. Есть Чарж. На топе находится Лоукас. Тоже с ТПшкой. Н1 с Врайс Кингом стоят. Блинкаут. Сразу же, чтобы маны много не сосали. Ну и, видимо, ребятки решили отойти. Четыре, фактически четыре тысячи УСФа на руках. Можно рейт-кликом себе позволить БКБ-ху вообще. Сколько нас там? 3970 стоит. ГГВ ПЛНа залетает. Поджимается глобал сальт. Сизерен. Огромные проблемы могут быть у этого парня. Неужели у него получится выжить? Действительно. Закинули еще в Глимер Кейп. Закидывают обратно Леорик. Леорик пытается как-то жить. Откидывается ТОСа Валанша. Тинника. Мимо. Бэйн залетает. Сюда еще Бара. Инфлюенсер просто на разгоне. Подрезали. Здесь еще Блэйдмейл поджимается. Н1 сейчас Аигасом. Аигаса больше у него нет. Умирают. Дарксир умирает. Слез за ним еще и Бэйн. Тидеренс все это время живет. Пытается как-то... Пытается как-то ТВА фокусить. Виспа. Но это все бесполезно. Залетает Тинни. Даги дает ТОС. Спасальность и Саленсер тоже умирают. Осталось догнаться только за СФом. И очередной, собственно, ТОСа Тинни. Трипл килл для этого парня. Экстрим 4UG. Вот так вот где-то. И Даггер. Вот СФа подходит. Ну, такие тимфайты. Дала там квапа Соник Вейв. Все это по всем попало. И все неприятно получилось. Висп жил просто как мог. Закинул его Леон в Глимер. И за счет этого, я думаю, ребятки с команды ТВА потерялись. Не смогли его зафокусить. Вот вывод. Вот что получилось после данного тимфайта. Локос. Пытается выходить в Агнем Скепитер. Он ему уже летит. Готовый. Кулдаун 40 секунд. Привет. Скорость 16 уровень. Это сколько? 555 урона. Чистого. Инфлюенс разбегается сюда на Сегу. Ульта. Так. Найтмэр. Пожимаются ботиночки. Залетает сюда Чини. Тос им не дотягивается. Но тут что Леон еще и закидывает сюда Тидерена. Так. Откидывается урну в Шэдоус. Есть Мека. Мека-то будет сегодня или нет? Бара бежит просто на Чадже. Не успевает. Вот. Инфлюенс дерется просто-напросто до конца с СФом. Выживет что ли? 30 хп. Ну и на Чадже он отсюда ушел. Вот так. Поздно блинкается СФ. И Бара собственно делает отсюда спокойно тэп-аут. Тэп-аут на свою базу. Тут же отхиливается спокойно. Есть у него Армлет. И 750 монет сверху. Брэскнинг находится под руной инвизи. 20 секунд до отката кулдауна ультимативной способности. Тидерен. Могут быть проблемки. Хорошо еще и Финсгрип от Бэйна. И минус. Минус висп. За виспа Бэйн получает 509 монет. Ну это же висп. Хотя этот висп достаточно жесткий. Достаточно нафармленный в данной стадии. Да у него сколько тут? 6200 монет. Это больше чем у Бэйна, Леона и Саленсера. Ну и заход на ХГ. 25 минута. Тут около 5000 преимуществов по экспириенсу в пользу ТВА. То же самое по монеткам. Только чуть поменьше 3000. Ну и опять инфлюнс залетает. Все должно заходить поергопрокси. Получает он здесь. Ластфорс залетает сюда. Н1. Реквим оф соус. Очень больно. По Баратрум. Инфлюнс все это время пытается жить. Под КОП от Леон. Квапасу. Уникфейв со скримом. Сега получает здесь. Шэдов страйк. Подрезают СФ. СФ в очередной раз. Умирая стеночка Дарксира. Ставится ГГП Ланая. Дерется до конца. Тинни дает ластфорчику с руки. Но тут иллюзия его со стенки Дарксира. Убивают его. Прыгает сюда ГГП Ланая. Дает станчик по Лоукезу. Квапа. Блин, канулась. Дала скрим. Убивает еще и Дарксира. Ну и блин. Сейчас могут раскатить на самом деле. Леорика-то. Что, собственно, ребятки из команды Вонфайв сделали. Минус 5. В какой раз? Третий, по-моему, уже минус 5 вонфайв-то делают на своих оппонентах. Что у нас по итогам боя? 6800 экспириенса получили, ребятки. Из команды Силы Тьмы. 3000 экспириенса получил Квин оф Пейн. 4000 урона. Вот у Квапы все заходит вообще великолепно в данном матче. Скримы, Соник Вейвы. Все это заходит абсолютно по всем оппонентам. И вот так вот. Поэтому все так хорошо все-таки получается у ребят. Квин оф Пейн забирает руну регенерации. 2450 монет у него на руках после тимфайта этого. Ну и посмотрим, что теперь-то по графикам. Вон 5 ведут. Дофига уже ведут. Около 7500 тысяч по экспириенсу. Около 3000 по монетам. Уже даже больше. Около 4000. Ну и заход от Тидерена с X3M. На Тир-1 вышку на ботами к своим оппонентам. Прожимается от Тывая Глиф. Ну, Глиф этот прожит только ради того, чтобы... Потянуть пару секундочек. Все равно кулдаун спадет. Подкоп от Леона. Тут Тини с Аганим с Кепитром. Сплэш атака. Дополнительный урон с Тоса. Ну, а Сэф с Даггером приобрел себе, собственно, УгрКлаб. И, наверное, буду входить в Аганим... Ой, господи, в БКБшечку. В Аганим уже сказал Сэф. В Аганим. Господи, боже мой. Достаточно большой, кстати, радиус сплэша у Тини. Закинул Крипочка. Тосом, да? И сразу же на Блинкауте отсюда ушел. Рошан появится. Достаточно скоро. Хотя нет, подожди. Аегис-то когда слили? Аегис, по-моему, где-то слили. Достаточно давно уже. Так, ну и пауза какая-то от Лоу Каза. Ладно. Подождем. Как всегда, паузочку. Ничего страшного, нам не привыкать. Не очень приятная ситуация для ТЛВА Анима. Ну и в итоге ребяткам из команды ТВА приходится очень силово себя вести. Аккуратно ставить, фармить на лайнах. Тем более, что вон 5 имеют контроль над вражеским лесом. Лесочком. Лесом. Вот. И... Опасно, опасно сейчас ТВА выходить. Есть Баратрумы, есть... Релокейты, есть виспы всякие с тинниками. Три минуты до Рошана. Сега фармит лесочки тоже со своим Айншеллом. 1460 монет на руках у парня бедного. Так, Новоросс Кинг тоже фармит Эншентов. Очень больно ему их фармиться. Купил себе гиперстоун, 500 монет на руках у парня есть. Ну и все-таки он свое дело делает, фармливает. Правда урона не так много. Не так быстро он это все фармит, как хотелось бы ему, наверное. Ну и двенадцатый уровень Леончик. До Рошана минута 55 секунд. Тинни дал тычку. Ублинкался, дал тычку, ублинкался. Вот. Но тут под оверчарджем просто дополнительная скорость атаки 70. Почему бы и не побить сейчас Тавер. Тем более, что ребятки из команды ТВА сейчас все находятся на ботами. Тоже гиперстоун и Тинни Тир 2 вышка. У ребят, у ребят из команды ТВА на топе упала. Не сама, конечно, ее спушили. Я капитан очевидность вообще. Минута 20 секунд, Дорошанчика, у нас остается. Видим мы с вами анонс. Эрго Прокси его караулить стоит. Правда, долго ему еще его караулить. Залетает здесь по Тейлзу. По Сайлзу выдается Finger of Death. Я-я-я еще и глобал. Прожимается стеночка от Дарксира. Реквимов. Сос двойное убийство для СФ. Айн Ван. Блинк аут от Лоукеза. Ну и все, дальше ничего не происходит. Здесь Тинни на топе. Посмотрите, как угрязь сотворил. ГГБ пола на этого парня отпускать не будет. Блин, господи, как? Эрго Прокси. Финс Грипп, хорошо. Застанился здесь еще. В Райс Кинг. Об спину Тинника. Вот так. Взяли подрезали сейчас с этого Тинника. Но, господи, пока ребята из команды ТВА были на ботами. Дрались как-то. Тинни в это время спушил Тир-3 вышку на вражском хайграунде. И подпушил Барак. Правда, Барак регенится. Этот немножко совсем по голове получил. 100 хп потерял Барак женский. Но все равно, сам факт того, что этот Тинни соло, пока дерутся его тиммейты, может натворить действительно грязи. Ну и сейчас пока нету Тинни. 56 секунд. И ребята заходят. Из команды ТВА на хайграунд. Буду пытаться сейчас как-то кайтить Тинни на выкуп. Но выкупа-то у парня этого нет. Нету. Н1. Так. Разбегает сюда Баратрума. Эргопрокси. Пожимает сайбара. И возвращка. Сразу нету уже ультимативной способности отройтскинга. ГГВ ПЛА не отпускает. Не хочет квапа. Дает Соник Вейв. И скримы. Подрезали. Подрезали Бару. 55 секунд без Баратрума. В меньшинстве в любом случае. Вон 5. Выкуп. Снесли вышечку. Тир-3. Бьют сразу же мужской Барак. Достаточно агрессивный заход от ребят с команды ТВА. И я думаю он для них закончится даже успехом. Надо добить просто Барак мужской. Немножечко остается. Дать пару тычек Сега. Хорошо. Тут еще тяжечко от Дарксира. Инфлюенс получает по голове Ластворд. Закидывает его в Глиммер. Подкоп от Леона под Ваиммер. Гапрокси с Сегой наверное должны сейчас бэкаться. Ну и снесли. Снесли конечно же казарму мечников. И это круто. Для ТВА. Ой-ой-ой. Тут сюда прилетел Тинни. Просто вовремя еще дали Хекс по Бэйну. И все-таки одного Бэйна только подцепили. Надо сейчас вовремя ТВашечки бэкнуться. И все будет окей. Появляться кстати Рошан. Рошан по-моему второй уже на карте. Ну и вон 5 сейчас на него зайдут. Потому что... А что им еще делать? Не пушить же. Бэйн 30 секунд. Скоро рестница. Шэдоу страйк от Лоукоза. Появляется у некрономикона второго уровня. 17 левел у Тинни. Почти готов. Почти готова с алтки раса. Ну и Эггис Тиннику конечно же выложил. Тут брасера свои. 940 монет Тинника на руках. Подбирает Эггис оф Зе Иммортал. Третья минута. Забрали. Ребята. Рошана. Барр опять разбежался на крипов на топе. Вот такая вот у нас игра, ребятки, получается. Какая-то у нас... Качели. Вот чисто качели я вспоминал слово. У меня детства не было. Не знаю что такое качели. Так вот. Ну пожалуйста. Что это за графики такие? Жух. Какое падение и какой камбэк от ТВА. После того, как они спушили бараки. Барак. И сломали вышечку. Они очень сильно там забустили до себя. Появляются с алтки раса у Тинни. 416 монет сверху. 296 урона с руки у парня. Спиритбрекер 15 уровня. Могар Клаб. 1170 монеток. Но вот очень долго у бары пока что не появляется новых слотов. Новых айтемов. Фармит великолепно. У нас ССФ. 242 добил крипа. Появляется у него БКБ. Хасаша Яша. Кристалис. Уже есть и 2500 монет. Но тут такой... Такая ситуация, что действительно надо оставлять на выкуп сейчас ССФу немножечко. Вот куда? Куда бежит сейчас Геополоная? Благо есть ульта. Можно сейчас, ребята, с команды 1-5 подрезать. БКБшечка прыгает сюда. ССФ Рекумов. Солс. Ой-ой-ой. Еще и Глобал Сайнерс. Инфлюз заходит сейчас под Блэдмейлом. Дерется до конца с ГГВ Полоная. Прокут у него башни. Неплохо. Сега. Стеночка. Сюда же вакуум заходит. Сега под БКБ. То ему ничего не может сделать. Заходит сюда. ГГВ Полоная. Тоса Воланша. Тинни. Очень больно по голове. Пара колов от ССФ. Залетает сюда. За Квин оф Пейнреком офс. Господи. Соник Вейв и Скрим. И что дальше? Выкуп от Леона. Подрезали Тинни. Выкуп еще и от Виспа. Тейлз. Можно сейчас за медло кинуть. За медло кинуто. Тоса Воланш. Очень больно с руки бьют сейчас Сальнесера. Сальнесер просто. Еще и Виспа подрежет, скорее всего. Подрезал Виспа. Прокнул там все-таки. Ластворд. 68 секунд этого парня не будет. Умер он сразу же после выкупа. ТПшечка от Тинни. Куда? ТПшечка от Тинни на топ сразу. Тина Канделаки. Я Тина Канделаки. Я понял. Это надо было мне идти, короче, на ту программу. А не в комментаторство вообще. Некрономиконы третьего уровня у Квапы. Что ж. 36 минут идет данная игра. Что у нас по графикам? По графикам незначительные вообще изменения. В лучшую сторону для команды Телу Аниме. Тут около 3500 по монеткам. Преимущество. Появляется Кристаллис. Да и Даус уже появляется вообще у СФ. 900 монет сверху. 500 монет не хватает до выкупа. У Сеги опять проблемы. Прожимается вовремя БКБшечка. Сега, наверное, должен уходить как-то отсюда. Тут куча народа просто бежит. Здесь еще Леон. Леон тут с Даггером. А нет, Леон. Поднимают Ветра. Тут еще и Висп потянулся. Ну и Сега, скорее всего, здесь помрет, конечно. 400 монет Квин оф Пейн получает за Дарксира. Так, Тидерен с Баррой, наверное, сейчас куда-то улетят. Нет. Не улетят. Тидерен улетел один. На базу. 57-91 сейчас блочит врагам своим спавны с энтриками, чтобы они не фармили. Правильно делает. На 2 минуты он им грязь какие-то натворил. На 4, лол. 2, я сказал. Н1. Глобал. Прожимается. Зачем этот глобал? Ой-ой-ой. Это ошибка, на самом деле. Целых 2 минуты. 2 минуты. Они будут сейчас без этого глобала. Надо дефать, наверное, ТВА сейчас. Бот там как-то. Но без Сайленсера с глобалом будет очень тяжело это сделать. Курс оф за Сайленд вообще от Сайленсера не заходит. Не в качке, не на единичку. Так, ну, очень быстро. Теперь 2 вышка упала. Под напором ребята из команды Ван Файв. Заходят они сразу же на хайграунд вражеский. Прожимается глиф от ребят из команды Сил Света. Так, ГГВ полоная прыгает. Тидерен. Рекуэм овсос от СФа залетает сюда. Инфлюенс тоже по голове очень больно. Заходит сюда Тидеренчик. Сега пытается с ним, наверное, драться. Нарила Кит. Ой, господи, на тизере присасывается он к Леону. Но выжить ему это не помогает. Квапа залетает. Фу-й-й-й-й. Ой, что здесь происходит. Подумают ветра еще и Бэйн. И не дают ему ничего скастовать. Сега. Стеночка. Тяжечка. Вра-я-яй-яй. По голове Леон залетает. Задувает просто своим фингер оф десом по голове. Тут какая жесть. Дарксир подрезает здесь Тинни. В Рескинг до конца хочет драться с ребятками из команды Ван Файв. И прилетает. И действительно ломает всем кабину. Тут я, конечно, не ожидал такого. Смотри, как быстро ребятки с команды ТВА перетянулись сразу же на вражеские лайны. А, тут у парня Муншард. Я понял, вот это тема. Смотрите, заходят на мидл. На топе Крипочки уже заходит выкуп от Квинов Пейн. Господи, что они вообще творят, эти ребятки из команды ТВА? Соник Вейф от Квапы. Забрить второй лайн, к сожалению, для ребят из команды Сил Света не удалось. Что у нас по графикам после данного тимфайта? Вот фактически нет никакой разницы по экспириенсу. Серьезно. Это, блин, это 39-ая минута, а тут никакого четкого перевеса в сторону какой-либо из команд нету. По общей ценности вот Тини и ИСФ. Вот это просто два пока что топовых показателя. Потом идет Квапай и Врейс Кинг. Тоже фактически одинаковые показатели. Ну, там уже дальше я, ребят, в расчет уже не беру. Вот Муншард от Врейс Кинга, это жестко, конечно. 21 уровень у Дарксира. Я так понял, затягивается у нас игра. 40 минут она уже идет. Сега сейчас находится под Энвизом. Бежи сюда Бэйн. Стяжечка, хорошо. Тидорен, получается сразу же еще Финс Гри по голове. Пара Кайлов, Сайленсер, Ластворд накидывает и 60 секунд не будет у них Виспа. Вис без выкупа. Вот сейчас без Виспа уже вон 5 не такие крутые. Аж самому смешно. Ну что, будет у нас какой-то заход на хайграунд сейчас? Конечно, будут. Неужели ЛТВА сейчас просто возьмут так и отпустят? Тут суперкрипы мечники воюют. Вэгдор, наплевать вообще. Откидывается Тосом Тиня. ГГВ полоная. Разгон от Бары. Бэкбальщика Сеги прожимает сразу же, получается Алинс. Глобал прожимается. Инфлюенс отправляться в таверну. Пара критов от СФ. А прокает сюда. Залетает Дарксир. Ставит стеночка вакуум. И все это время находился Тиня под БКБ. Холокес получает по голове Ластворд. И тоже, скорее всего, здесь умрет. Умирает. Ласткола от СФ по голове. Тоса Тиня. Инфлюенс после выкупа. А как больно критует здесь в Рейскинг. И ван, живет. Лохиповый. Ну тут уже Тиня, блин, с Виспом. Это же жестко. Нету сейчас у Рейскинга ульты. Так. Тут Ластворд. Просто Тиня. Выкупается еще какой-то телепорт на топ. Эрго Прокси уходит сразу же в Глиммер. Типаут. Совершенно спокойно. На ровном месте. Еще и Найтмейр накидывает этот Бейн. Почему он такой дерзкий, я не знаю. А-ха-ха. Господи, боже мой. Но тут все равно Тоса Тиняка. Ладно. Вот это Мансы от Ревятского на ТВА. Вот это Мансы от ТВА. Так, ну что. Ну и продолжается он сыграл. 43 минуты прошло. Одного лайна вон 5 нету. Ребят, ну давайте уже какую-то движуху создавать. А то такие отчаянные все. Так отчаянно все выкупаются. Ну хотя с одной стороны можно понять, ребят. Все-таки игра идет не на пряник какой-то, да. Нормальный призовой фонд у победителя данного турнира. И по-моему... Что-то там еще какая-то плюшечка у венеров-то. СФ. Ультимейтор. Кстати, третий Рошан, Чиза, Егис. И упадет он достаточно быстро. И вот теперь я думаю, что с Чизом и Егисом ребята из команды Сил Света закончат эту игру. Чиз никому не нужен. Нужен в Райскингу. Хорошо. Заход, наверное, на ботом. Будет. Разбегается опять куда-то в Ратрум на топ. ГГ, ВП, Ланая. 22 уровень. 22 уровень. Как можно тянуть так катки? Тут тревела появляются у Дарксира. Инфлюенс на топе толкает Лайн. Тут уже заход от ГГ, ВП, Ланая на... Тир-3 вышку на хайграунд вражеский. Н1 тоже стоит с лограунда бьет. Так. Тинни. Залетает. Тос Аваланш. Прожимает 40 эмол. Соса ТСФА. Еще и Салензер прожимает Глобал. Эрго Прокси. Финс Грипп. Залетает сюда стеночка стяжечка. Дарксира. Как все круто заходит. Соник ВФ от Квиннов Пейнт. Скрим. Залетает сюда. Инфлюенс на разгоне своем. Эрго Прокси отправляется в Таверну. 68 секунд. Его не будет. Умирает. Вслед за ним еще и Дарксир. Ластичка с руки умирает. Тинни. Умирает Висп. Вслед за ними, скорее всего, отправится сейчас. Инфлюенс. Локас находится на ЛОХП. Дерется с Тейлсом. Он ГГПЛа на Н1 по голове очень больно бьет. Фингеров Дэст от Леона залетает по голове. Ай-яй-яй. Что вообще творят эти ребята? Фресс Кинг убивает еще и Леона. Выкуп. Пушат вараки, ребятки, из команды ТВА. Я думаю, здесь их уже ничего не остановят. Казарма Магов падает вслед за Казарма Мечников. Ну и остается стоять только один. Третий лайн у ребят с команды Вон Файф. 80 секунд не будет еще идти. Не залетает сюда СФ. Пара тычек с руки. Поднимает его здесь в ветра. И выйдет за этим самым подкоп от Леона. СФ. Ну. Что? Тирк 4, что ли, уже хотят? Или нет? Третий лайн все-таки, ребятки, идут ломать. Выкуп от Саленсера. БКБХ есть. Ротов Атос. Ну, что? ГГВП. ГГВП прописывают ребятки из команды Вон Файф. Поздравляю их. Собственно, данная встреча между данными коллективчиками закончилась. 2-0 в пользу ребят с команды Сил Света. В пользу от ЛВА. С чем я их и поздравляю. Ротов Атос. Продолжение следует...